Всем привет! С вами, как всегда, я, Finder. Сегодня я вам расскажу, как можно очень просто и быстро сделать вот такую вот работу, а также где можно скачать 3D-модельки и как работать с ними. Ну и, конечно же, поговорим немного об игре. Как же без этого? Ну и по старинке. С вас лайк, подписка и погнали к просмотру. Начнём мы, пожалуй, с того, что найдём нам подходящую фигурку, а главное, бесплатно, на каком-нибудь стоке. Ссылку на данную модель в ролике я вам оставлю в описании. После того, как я нашёл нужную мне фигурку, я нажимаю «Скачать в формате OBG». У нас скачался архив. Нам осталось только нажать на кнопку «Извлечь» и выбрать папку, куда бы вы хотели всё это сохранить. Дальше мы переходим в Blender. Удаляем созданный куб и добавляем новую коллекцию. Заходим в раздел «Файл», нажимаем «Импорт» и выбираем формат OBG. И дальше находим то, что мы скачали, а именно папку «Source». Вот и всё. За несколько секунд фигурка уже у нас. Осталось добавить только текстуры. Для этого заходим в раздел «Shading». Выбираем все части нашего персонажа, а далее всё так же ищем папку, которую мы тоже скачали, но уже под названием «Текстуры». И просто переносим её вот сюда. Осталось только соединить ноду «Color» с «Basic Color». И вуаля, всё готово. Дальше я вернулся в раздел «Layer». Скрыл нашу фигурку, добавил третью коллекцию и быстренько с помощью деформации квадратов сделал мини-комнатку. Итак, давайте наконец-то поговорим уже о самой игре Amonkaz. Концепция этой игры такая же, как у классической мафии. Возможно, именно поэтому игра стала настолько популярна во время пандемии. Когда поиграть с друзьями в карточную игру затруднительно. Ведь вышла она в 2018 году, но не получила широкой известности. Уже во второй половине 2020 года Amonkaz стала всемирно популярной. В этой игре игрокам приходится поделиться на две команды – мирные предатели. Всего игроков может быть от 4 до 10. Существует три уникальных карты, на которых можно поиграть, но я думаю то, что разработчики так же сделают в новых обновлениях ещё и больше. Цель мирного игрока – выполнять задания, которые разбросаны по периметру карты. И главное – вывести на чистую воду всех предателей. А вот уже цель предателя – убить или выгнать обманом всех мирных игроков. Ну вот у предателей есть пару фич, благодаря которым они могут ходить по люкам, закрывать двери и устраивать саботажи. Игроки, которых выбрали по итогам голосования, выбрасывают в открытый космос. Хотя, кому я рассказываю, я уверен, что вы уже давно знакомы с этой игрой, ведь Амонкас скачало более 100 миллионов игроков по всему миру. В итоге я так же как с фигуркой зашёл в раздел «Шейдингс» и просто поменял цвет каждому квадрату на чёрный. Поставил нашего персонажа в нашу комнатку и принялся выставлять свет. Для того, чтобы добавить свет, надо нажать на кнопку «Add», «Light» и дальше «Area». После я быстренько подработал его, как мне понравилось, плюс добавил второй источник света таким же образом. Потом зашёл в настройку камеры, выбрал нужный мне ракурс и всё. Осталось дело за малым. Возвращаемся в раздел «Шейдингс». Выбираем вот тут вот вместо «Обжект» «World» и создаём задний фон. В моём случае я сделал его почти чёрным, тёмно-синим. После поигрался со светом до того момента, пока мне всё не понравилось. И всё, вот так вот просто я сделал эту работу. Осталось только отрендерить. Для этого заходим в «Render», «Render Image» и выбираем, куда всё сохранить. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, этот видеоролик был полезен для вас. Также мне бы было очень интересно посмотреть ваши работы в таком стиле. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. И, конечно же, увидимся в новом ролике. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»